В зале представители исполкома, прокуратуры и жильцы дома Сватутина 14. Суть разбирается, почему последним до сих пор не предоставили квартиры. Из-за таких условий жить там невозможно. Сейчас тут проживают две семьи, прокурор обратился с иском интересов этих граждан. Требование только одно, исполнить постановление, которое они в свое время издали исполком города. Напомним, в 2018 году исполком признал дом аварийным и решил снести. Прошло три года, а дело не продвинулось. Как нам сообщили чиновники, сейчас в Казани расселяют дома, признанные аварийными до 2017 года. Остальным нужно ждать до 2023, но есть временное решение. Учитывая состояние дома, жильцам временно были предложены жилые помещения из маневренного фонда. Для подбора вариантов жилых помещений жильцам необходимо обратиться в наше управление. Жильцы так и не обратились. Причина – им уже предлагали такой вариант, и он их не устроил. Временное жилье мне один раз уже предлагали, как общежитие на 38 семей и один туалет. Как вас это устроило бы? А у меня муж инвалид. Я куда-где его должна там быть или в очереди по полдня стоять. На сторону жильцов встала городская прокуратура. Здесь прокуратура в защиту нарушенных прав граждан. То есть мы с манкомом должны предоставить. Конечно. Восстановить нарушенные права. Сегодня состоялось третье заседание суда. Прокурор попросил сделать перерыв для уточнения исковых требований. Речь идет о некоторых формулировках в текстах заявлений. В итоге сегодня Фемида удовлетворила просьбу прокуратуры и объявила перерыв. Следующее заседание состоится 18 августа в 16 часов. Салават Мухаммадолин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.